Всем привет! С вами погнали! Let's play! Мы продолжаем проходить игру «Как достать студента». Погнали! У нас уровень «День под Халима». Покажем соседушке, что таким быть. Ну, фу, таким быть. Покажем ему. Что у нас в тумбочке? Оу, а в тумбочке у нас? Да хрена чего. Смотри-ка, где-то он кует. А, вот он, он здесь кует. Ну, мы ему покажем, тоже сейчас докажем ему, что куить это тоже вредно. А теперь, получается, он идет флиртовать с девушкой. Так, ну, с той, которая в спальне. Так, потому что я вижу по картинке, а вот эта девушка, вот она, сейчас тут что-то готовит. Овощи для салата. Овощи для салата. Ну, туда можно лук добавить, я так понимаю. Грязная посуда. Сейчас мы возьмем грязную посуду. Уходим. Быстро. Пока наш соседушка будет флиртовать с ней, хотя я уверен, что у него это вряд ли получится. Петро с водой. А нет, смотри-ка, не флиртует. Ага. Ты видишь, а? Какой. Он... Из себя выставляет такого хозяйственного, такого мужика, то, на самом деле, это ни хрена, он не такой. Ох, это же он, идет, получается, к военному идет. Посмотрим, как-то соседушка, да, справится с такой горой посуды. Ага, что? А то, что это вот у себя такого хозяйственного выставляет? Ну так. Ну так, давай тогда покажем его. А то он у себя тут такого хозяйственного выставляет. Но! Мы ему докажем обратное, то, что он ни хрена не хозяйственный. А здесь у нас ничего, да? Вот, 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 вот. И я только что понял одну вещь. Что я сейчас очень за я спустился. А, не-не-не, все нормально, все нормально. Все нормально. Соседушка идет не к нам, он идет, э, эту, куру посуду убирать. Но. О, его ждет жесткий облом. ящики мы уже порылись быстро наверх наверх это хрень она уже начала меня бесить уже просто вот то что меня абсолютно вот в каждой сей вот я думаю это внимательные люди думаю заметили что у меня есть у меня склейку склейки у меня есть это конечно соседушка сейчас облажался да вот меня я думаю тут внимательные люди заметили что у меня есть склейка вот и эти склейки они у меня я их делаю потому что блин я после что я нажимаю там куда-либо то есть я хочу пойти вот и в этой кружке куда-нибудь а хочется так что я тупо игра вылетает когда я нажимаю на какое-то определенное место вот то есть я допустим сам не знаю это появляется рандомно чисто вот я могу допустим нажимают пойти сюда и у меня что-то игра у меня сразу же вылетает и мне приходится вот каждый раз эту склейку делать из-за этого вот не мне в принципе мне это не сильно сложно просто меня это бесит просто в принципе мне склейку сделать это в принципе не это не сложно ладно не будем не будем о плохом давайте лучше хорошим например о том что наша соседушка совсем скоро будет мыть мыть полы а точнее полы пачкать будет то что мы ему туда добавили чернила и и и я думаю ему после такой уборки придется еще раз убраться какой грустный и трогательный луковый салат у меня еще вопросы есть что еще можете сделать хочется что мы можем сейчас пойти и тогда с кем я в линии можно сейчас пойти мы идем туда что надо делать то-то-то-то-то-то-то-то вот называется по мою поидурок называется по мою сказочный идиот у нас без мата аккуратненько аккуратно 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 ооо все а давайте мы тогда ее еще и приклеим еще и клеим смажем а подушку-пердушку куда можно вот блин наш соседушка идет сюда быстро интересно он куда-нибудь садится на что соседушка да да садится поэтому давайте мы сюда быстренько будем отсюда уходить сейчас он плакать будет просто он уже расплакался фей дурак думает что все здрасте товарищ офицер здрасте то думает что начал а из эти овощи и все сразу хозяин так и ян там но хотя если у него даже это сделать не получается ну по этим я имею ввиду овощи нарезать сразу плакать начинает то что я вот увидел вот в интернете вот такую фотографию помню когда-то это что что вот там люди значит там мужики которые лук резали так они значит на себя надели каски мотоциклетные эти ну и тупо вот так лук резали вообще на самом деле я знаю из лайфхак который поможет обойтись и без этих масок мотоциклетных ночей шлемов просто пьете жвачку жуете ее и все несут не несут благодарности хотя я думаю об этом лайфхаке уже все так давно знают сейчас он сейчас пойдет к полезным к полезной информации но его ждет жесткий облом вот это там конечно сейчас было решил получается что потрогать эту тузку объявлений а вот у них не приклеился так еще и оторвал ее у нас я помню когда-то моей помню школе очень давно помню было на учебах уже история только там была даже без клея значит там один паяни я сам не знаю как как он умудрился это сделать это что за задержка такая у петарда что это за задержка такая я сейчас сам удивлен я я никогда не видел петарда с такой задержкой честно никогда это чё там шо фитиль шули длиной в один метр сложенный или что в этой петарде я не знаю это как-то очень удивительно вот и значит у меня вот я сказал про тузку объявлений значит у меня была такая история моей старой школе когда значит у меня сам удивляюсь как он это сделал до сих пор за счета она тогда сказано было поебита так он он буквально касанием пальца будут буквально он туда по взял умудрился эту доску как-то умудрился ее буквально сшибить и потому что она тупо со стены упала все вот так помню умудрился хотя я помню это было даже там даже клей на ней не было как в нашем случае он просто случится что он ее тронул и все и получается что в одним касанием мудрился ее сшибить ну тут точнее будет правильно сказать спить но ничего он сбил ну ничего в принципе сути это не меняет ты слышишь ты что ты чтобы и людях тут пердишь тут а слышишь просто самый этот смешной пранк самый смешной сосед решил покорить девушек накачав мускулы ведрами пьет энергетические коктейли тягает штангу в тренажерные бегает в ванную покрасоваться перед зеркалом раз ты теперь такой сильный посмотрим сможешь ли пойти на мировой рекорд правильно на мировой корт это как там у нас сейчас эти там у нас эти эти руки базуки как у нас сейчас вот эти вот а сейчас бы я думаю все начали по эти шутки шутить бы ну в то время когда-то как только только вышло типа что и сюда руки базуки добавили что такое прочее я думаю так бы это было просто в томе как вышла эта игра то даже рук базук не было. Но сейчас, я думаю, что сейчас все, вот каждый, кто будет проходить эту игру, ну-ка, дойдёт до этого уровня, я думаю, каждый вспомнит о руках-базуках. Ну, что-то знаете, ну, лично мне, вот, больше на ум приходит, вот, другой человек, Артон Шварценеггер, потому что, вот, у него, помню, что у него, какие у него бицепсы были, ну, в своё время, помню, здоровые. Ну, ладно. Мы этот уровень, мы всё равно с вами пройдём его в следующей серии. Так что, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и можете даже посмотреть моё предыдущее видео по этой игре, оно будет здесь, в углу экрана. Всем удачи и пока-пока.